У меня очень интересные впечатления от встречи с этой видеокнижкой. Во-первых, меня удивило и порадовало музыкальное оформление. Гитара такая ритмичная, бодрая, я бы сказал даже быстрая. И вот то, что за гитарой, музыкальные просторы чувствуются в этой музыке, которая, сложно даже как-то выразить это, душа как-то открывается, словно бы разворачиваются картины сказочного роста, словно бы светом всё наполняется. То есть вот через эту музыку как ближний план открывается и дальний, очень широкий. Я первый раз просто послушал её, посмотрел, само оформление тоже. Вначале такой всплеск происходит, искр, ветящих во все стороны. Словно бы то, что приносит волшебница весна, она наполняет пространство её чувствами, чем-то таким очень нежным, тонким, что и в результате приводит к таким сказочным преобразованию. И вот когда я попробую уже почитать её, впечатлений как бы их два. Во-первых, лично от самого творческого процесса, как это всё динамично, как возникает такой живой интерес, обращение к опыту уже, встречи с песней, голосу, интонациям автора. И собственному желанию, знаете, вот как по сценарию сыграть эту роль. Потом у неё даже возникла такая мысль, что театр приходит в наш дом. То, что создаётся театром, создаётся такая возможность творческая поучаствовать в этом действии и через роль сказочника, читающего эту видеокнижку, соучаствующего в происходящем событии, через это почувствовать, через собственный труд, почувствовать труд волшебницы. Насколько он динамичный, очень такой концентрированный, очень мощный, какой-то могучий, я бы сказал даже. И чувствуешь свою малость по сравнению с ней и чувствуешь её величие, её силу, её сердце огромное. То есть это то творчество, которое не для того, чтобы как-то чем-то позаниматься, а для того, чтобы дальше постигать образ этой песни, действия сказочного героя и продолжать этим восхищаться, радоваться. мне кажется, вот чем больше такая ценность происходящего в сказке, вот это издание, оно её прям утверждает, эту ценность выращивает её, тем интереснее с ней общаться и больше пользы от встречи, от общения. В принципе, мне кажется, больше пользы миру, потому что через такое творчество, через это издание происходит приобщение к такому большому труду. И здесь даже не столько как-то внимания на свою роль в этом, сколько возможность приоткрыть его для себя. Вот это величие Духа, это величие красоты и творчества через собственные усилия, собственное такое вот, какое-то устремление, напряжение, оно открывается. И неведомое, вроде бы в знакомом, вот это неведомое, красота становится явной. Песня называется «Явление весны».